Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере» и я ее ведущий священник Сергий Рыбаков. Здравствуйте, дорогие друзья! Страны не просто в значении «не только». Не только о вере мы сегодня будем говорить. В конце любого сезона наши постоянные телезрители знают, что я стараюсь провести таким образом встречи наши здесь в студии, чтобы задать некий список на лето, что-то и почитать, о чем-то поразмыслить, что-то посмотреть. Для этого нужно в том числе на привычные вещи посмотреть под иным углом. И вот сегодня будет совсем, как кажется, необычная тема – тема власти. Как это вообще соотносится с верой? Поговорим об этом с нашим гостем, доктором философии Светланой Владимировной Соловьевой. Здравствуйте, Светлана Владимировна! Здравствуйте, друзья! Для наших телезрителей, мне кажется, стоит прояснить один момент, прежде чем мы начнем наш диалог. А я сегодня, мы с вами до эфира договорились, что я все-таки буду действительно в большей степени таким обывателем, который пытается разобраться с какими-то универсальными, фундаментальными вещами для человеческой культуры, для человеческого существования, мы проясним, что тема власти – это не только тема политическая, то есть это не только тема, которой занимается политология или социология политики. Этим занимается и философия, потому что власть, мы понимаем, она атрибутирована не только чиновничьим аппаратом бюрократическим. Мы говорим о власти совести, мы говорим о власти над своей жизнью, о контроле над своей жизнью. И вообще вот здесь, в этой студии, мы очень часто, так или иначе, поднимаем мою любимую тему, тему, которую в свое время обозначил Мамардашвили, что человек – это действительно практика собирания себя, а значит, в том числе и обретение некой власти над собой. Потому что такие категории, как рабство и свобода, они ментальные. То есть мы можем быть внешне рожденные в свободном государстве, свободными гражданами, но быть в корне несвободными и исповедовать такую философию раба. Свою свободу мы с радостью делегируем кому бы то ни было, чему бы то ни было, лишь бы не принимать ответственности за собственную жизнь. Вот в этом спектре, в этом контексте мне бы хотелось сегодня с вами поговорить о теме власти. Нам надо от чего-то оттолкнуться. Мне бы хотелось для наших телезрителей, в том числе, вас немножко, так сказать, представить, как человека, который тему власти разрабатывал и в своих научных статьях, и в сфере интересов эта тема лежит у вас. Вот если бы я попросил все-таки, потому что в любом случае от понятий мы никуда не уйдем, для начала надо дать какие-то отправные точки, дать определение власти. Что это такое вообще? Что за философское такое понятие? Сегодня мы обсуждаем действительно ту тему, которая вызывала у меня академический интерес, с одной стороны, а с другой стороны был опыт управления. Традиционно власть понимается в нескольких смыслах. Первый очевидный смысл, что власть это управление, о чем вы говорили. И тогда власть понимается как систему институтов, как асимметричное отношение между людьми, где один является властителем, другой является подчиненным. Разные совершенно формы зависимости, начиная от рабства, заканчивая бюрократическим управлением, бюрократическим аппаратом. Это первое значение. Второе значение власти, которое ходит в повседневном обороте, власть понимается в значении силы. И, соответственно, негативное понимание власти возникает тогда, когда сила конвертируется в насилие. Потому что власть это то, что обладает силой и способно проявлять насилие. То есть власть в значении силы, в значении определенного энергийного ресурса. Третье популярное значение власти, которое есть в повседневном обороте, но, может быть, оно не так заявляет о себе, а открыта власть в значении владения. То есть это то, чем я владею. И уже непосредственный ресурс, связанный с собственностью и так далее. То есть власть как инструмент влияния на ситуацию, как мое владение. И тогда, когда мы отталкиваемся от этого понимания власти, мы уже понимаем, что в понятии власти есть не только социальные аспекты, о котором вы говорили, но философские и антропологические. В свое время, когда я начала заниматься докторской диссертацией, меня интересовала тема власти, вышли на такой, скажем так, на такой ракурс рассмотрения, когда власть начала интересовать меня с точки зрения человека. И если в обыденном понимании власть является неким внешним от человека, репрессивным, будь то аппарат, будь то насилие, в виде какого-то громила, который может зайти, ворваться, просто сделать с тобой, с твоим телом все, что хочешь. То если мы посмотрим антропологически, то мы можем найти и обнаружить такие феномены власти, которые позволяют человека не только репрессировать, но и создавать. Вот это очень интересно. И получается таким образом, что власть здесь понимается не со стороны негативного, не со стороны репрессивного, не со стороны внешнего, но как бы изнутри, как некая созидающая сила, как созидающая начало человека. Мне вот показалось это еще интересным. Вот буквально вчера смотрел лекции Александра Филоненко, или Филоненко, наверняка, может, вы знаете, этого известного украинского такого философа, доктора тоже философии, где он, вот это просто для меня было открытие, потому что я об этом никогда не размышлял. Он говорит, он просто взял такой старый добрый школьный эксперимент с лентой Мебиуса. Когда складывается, значит, лента концами, получается кольцо, у которого есть внешняя сторона, у которого есть внутренняя сторона, и мы очень четко как бы говорим о том, где какая сторона есть. Он проводил эксперимент, проводил по внешней стороне красным маркером, по внутренней стороне зеленым маркером, говорил, вот, смотрите, это внутренняя сторона, это внешняя сторона. А есть такой замечательный ученый Мебиус, который предложил просто сделать одну скрутку, перевернув концы, склеив их таким вот образом. И мы теперь попробуем тот же эксперимент. Мы проведем красные линии по внешней стороне. То есть мы ставим маркер, и он начинает его вести, ведет, 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 соединяет эти две точки, и вдруг оказывается, что все окрашено. То есть у ленты Мебиуса есть только внешняя сторона. Вот эта внутренняя сторона, она перетекает во внешнюю, и внешняя перетекает во внутреннюю. То есть, и он говорит, что вот с точки зрения антропологии человека нельзя рассматривать как кольцо, у которого есть только внешняя, вернее, у которого есть внешняя сторона, которой мы презентованы в этот мир, и на эту внешнюю сторону, собственно, мир каким-то образом оказывает воздействие. А есть внутренняя сторона, мой глубокий внутренний мир, вот, который, который, в который, который не проницаем, которым занимаюсь только я, и он, эти две вещи разделены, пусть маленькой, тонкой, но все-таки твердой вот этой вот в виде листа оболочкой. Вот так рассматривать человека, говорит он, нельзя, потому что у нас внешняя перетекает во внутреннее, а внутренняя перетекает во внешнее. И именно поэтому, например, человек, который изучает звезды, может узнать что-то о себе, изучая звезды. Может, изучая себя, вдруг понять о каких-то универсальных, фундаментальных законах Вселенной. Вот, просто видя, наблюдая за теми процессами, которые происходят в нем. Вот с властью, если мы, как бы, продолжим эту, действительно, очень интересную метафору, можно ли сказать, что господин и раб рождаются в голове человека, как такие экзистенциальные антропологические сценарии. И тот, кто, условно говоря, живет с установкой раба, он автоматически себя передает какому бы то ни было господину. То есть он ищет этого господина во внешнем мире. Очень хороший вопрос. Но в нем, как бы, скрыто разные направления его решений и ответа на него. Во-первых, тот проект, в рамках которого я двигалась профессионально, ну и сейчас на вашей передаче представляю, оно не было критикой власти в значении просто выделения негативных сторон. Это был какой-то метафизический, апологетический, в конце концов, проект власти. Это первый момент. Второй момент очень важный. Когда мы говорим вот об этой дихотомии, то власть внешняя, власть внутренняя, я думаю, что это не вполне корректно. Почему? Потому что тогда мы будем утверждать внутренне или исходить из установки, что власти есть нечто статическое, постоянное, подобно сущему. И поэтому у этого сущего, некого стабильного, постоянного, есть некое внутреннее, есть некое внешнее. Вот в рамках своих исследований я исходила из того, что власть сабетийна, то есть она становится. То есть нужны определения. Для наших зрителей, да, надо немножечко пояснять. Если, как вот вы говорите, что ты раз и навсегда раб, если в антропологической такой, в антропологическом разрезе говорить, что вот если ты родился или стал рабом по каким-то обстоятельствам, ты будешь всегда рабом. Если ты стал господином, значит, ты зафиксировался в этом состоянии. И раб всегда будет искать своего господина, а господин будет искать своего раба. Вот то, что я услышала в вашем вопросе. Но я немножко его конкретизирую, потому что я о статике как раз не говорил. Я говорил, скорее, даже не о рабстве, как именно таком внешнем, да, то есть слуга, раб, там, не знаю, в каком-нибудь феодальной стране человек родился, в семье рабов, он раб, там, или там, в древние века. Я говорил о том, что вот есть психология понятия виктимности, да, понятия, то есть виктимное поведение, поведение жертвы. то есть когда человек, например, не зрел настолько инфантилен, настолько, что он все время осознает свою зависимость от какого-то большого взрослого, который бы им руководил, который бы им управлял, который бы им владел. И в этом смысле, условно говоря, опять же, допустим, я, например, очень легко могу стать рабом, если я зависим от чужого мнения. То есть мне надо, чтобы социальное мне постоянно давало какое-нибудь поглаживание и одобрение, что вот то, что ты делаешь, например, правильно, да, и я буду зависим от того, как внешняя среда со мной взаимодействует, сам не замечая того, что, ну, в общем-то, я абсолютно зависимый в данном случае человек, подконтрольный и управляемый. Если, условно говоря, завтра социальное скажет что, ну, я не знаю, модно ходить лысым, то я буду стремиться побриться на лысо просто потому, что, ну, чтобы не выделяться, не быть некой белой вороной. Вот я какой вещью говорю. Но я, может быть, сбивчив, опять же, в рамках... Нет, я понимаю, о чем вы говорите. Вы говорите о том, что, если у тебя есть некая психология работы, ты всегда будешь припоручать себя каким-то обстоятельствам, где будешь снимать с себя ответственность. Точно. Вполне объяснимая социальная ситуация, может быть, и психологически объяснимая. Если мы говорим на уровне философском, таком, метафизическом, антологическом, то у каждого человека, даже в очень стесненных обстоятельствах, всегда есть выбор. философском, и вот наверстание этого выбора является его задачей человеческой. Потому что и сама культура, есть способ воспроизводства человеческого в человеке. И сами антропологические практики и практики власти являются способом как раз обнаружения своей собственной силы и своих собственных возможностей. И поэтому всегда момент сопротивления даже у человека с глубокой рабской психологией, мне кажется, будет сопротивлением вот этому большому другому, социальному, там, большому брату, там, и так далее. Мне представляется, что для того, чтобы выйти вот этого из-за ловушки негативного отношения к власти и такого очень прямого разделения, которое мы наследуем, не знаю, от античности, от Гигеля, вот этой диалектики раба и господина, о котором мы сегодня еще тоже неоднократно поговорим, нужно все-таки вернуться к той затее, которую мы сразу обнаружили. То есть попытаться найти такие феномены власти, которые бы не вызывали аллергического отношения у людей. И вот таким феноменом власти, который не вызывает аллергического отношения, вот на мой взгляд, может быть, я как моралист говорю, но тем не менее, мне кажется, меня многие поддержат, является все-таки феномен совести. И вот совесть, если мы обращаемся уже непосредственно к теме нашего разговора, каким образом она вообще в принципе может влавствовать над нами? Потому что вот возвращаясь к теме ленты Мёбиоса, полное различие внешнего и внутреннего, вот этой дихотомии, вещи субъекта, внутреннего, внешнего, чувственного, рационального, которые мы наследуем от классики, от классической культуры, от классической философии. Когда мы говорим о совести, то что бросается в глаза, по крайней мере, да, как она на нас влияет. Первое, что бросается в глаза, я, наверное, тут про цитирую Мамардашвили, к которому вы обращались, может быть, мы к этой теме еще вернемся, который ясно писал о том, что бессовестность никогда не удивляет, удивляет совесть, потому что бессовестность является такой усредненной нормой, в которой мы все время пребываем. И когда вдруг мы наталкиваемся на то, что есть совестливый человек, то это нас начинает по-хорошему удивлять. И поэтому вот эта тема идиота Достоевского является центральной темой русской культуры, по крайней мере, в ее таком классическом образчике, такая первая тема. Вторая важная тема, которая уже дает нам собственно говоря, сама литература философская, она говорит о том, что сам концепт совести, само понятие совести и выделение ее сути может быть очень по-разному проинтерпретировано. Она может быть проинтерпретирована совесть как нечто внешнее или сконструированное обществом для того, чтобы задавать предел желаниям и действиям человека. Это такая первая традиция. То есть благодаря некой социальной дрессуре мы получаем совестливого субъекта, который может в определенных обстоятельствах поставить себе предел. И это тогда свернутый инструмент такого социального влияния, такая мягкая власть, которая возникает в силу воспитания, образования и так далее. То есть это такая первая стратегия. Здесь есть очень много великих авторов, например, Ницше и Зигмунд Фрейд, и гендерная критика, Батлер, и так далее. Вторая традиция, она такая более метафизическая, и она исходит из того, что совесть является таким продолжением бытийного существования человека, его способности обращаться к своим основаниям. То есть быть виновным, то есть это бытие виновным. То есть когда вот это виноват, не является внешним для него. То есть мы говорим ребенку, ты виноват. Да, ты разбил чашку. Да, или там, например, ты оскорбил кого-то, ты виноват. или ты там что-то натворил, ты виноват. То есть вот в этой традиции, скажем так, есть такие два очень характерных примера, к которым часто обращаются. Например, человек, взрослый, входит в комнату ребенка без стука, просто входит активно, и ребенок в этот момент, он всегда испытывает как бы чувство вины, потому что он уже зашел с тем, что ты здесь делаешь. ты виновен. И он как бы сжимается, потому что он понимает вот этот момент репрессивности, виновности, что ему возможно есть в чем стыдиться. Хотя и может и вообще не в чем. Хотя может быть и не в чем. И во взрослом, скажем так, виде, и этот же пример, эта же суть, когда, например, мы находимся в какой-то публичной ситуации, и полицейский говорит, гражданин, предъявите ваш ауслайз. Гражданин. И мы все оглядываемся. То есть это такая нормативность, которая внутри нас всегда нас как бы подтягивает внутри, что ты виновен, возможно. Может быть, это ты должен оглянуться. и вот эта вещь вот в этой традиции, то получается, она по-разному очень интерпретируется. Откуда все это происходит? Тогда ты встраиваешься вот в эту систему нормативную, нравственную, моральную, и как следствие правовую, благодаря тому, что воспитан в тебе вот этот некоторый внутренний момент, зацепляющий тебя. Для Ницше такой моделью совести, откуда она такая вырастает, для него такой моделью был модель должника и взаимодавца. И евангельский должник и взаимодавец? Там просто притча есть. Нет, экономическая. А, экономическая. Да, то есть ты мне должен, ты мне должен. Это может быть метафорически как угодно разобрано. То есть ты мне должен, и значит ты обязан вернуть. и соответственно если ты не способен это сделать, то ты вот автоматом вот это состояние раба приобретаешь. То есть по сути дела по сути дела чем тогда чем тогда вот здесь вот момент зачем нужна эта совесть? Нужна совесть именно для того, чтобы получить какой-то дополнительный инструмент, что ты должник, ты помнишь о своем долге, ты его обязан вернуть. То есть это такая вещь такая символическая. В чем здесь обнаруживается позиция того, кто предоставляет ресурсы? Она обнаруживается в том, что, или игра на чем основана? На том, что один рискнул что-то пообещать. и если ты соответственно не делаешь, не исполняешь риски, то ты, конечно, расплачиваешься собой, своей свободой. Вот. А если ты риски эти выдерживаешь, ну, ты потенциально господин. Такая вольная интерпретация, но тем не менее. это вот одна из таких моделей, которая позволяет объяснять, каким образом через вот эту систему обмена мы получили совесть не просто как внутреннее чувство, но как определенный институт. Светлана Владимировна, сегодняшняя передача наша подходит к концу. Мне кажется, была прекрасная вводная. Я сознательно себя бил внутренне по рукам, не встревал в виде иллюстрации, потому что огромное количество евангельских аллюзий есть на то, о чем вы сейчас говорили. И мне кажется, крайне будет интересным в следующий вторник эту тему нам продолжить. На сегодня я вас благодарю, прощаюсь с вами, и с вами, дорогие телезрители. Напоминаю, что в следующий вторник мы продолжим разговор о феномене власти в культуре человека. Храни всех вас, Господь! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok